всем привет сегодня у меня заказе к фаберлик сначала я хочу показать свою новую стрижку я подстриглась и в общем убрала сзади все потому что жарко но попросила в такую стрижечку чтобы здесь что-то было такое вот как можно поставить как сосульки вот так вот сделать чтобы в глаза все не лезло попросила вот так сделать писать чтобы брали в общем сейчас я ее уложила и мне это стрижка нравится так что я так похожу ну а волосы все равно отрастут то что было вырастет но нужно всегда разнообразие на голове что а теперь я хочу вам показать свой новый заказе к фаберлик сейчас очень много акций и очень много скидочек поэтому я заказывала все в паре но вот к примеру я решила заказать гель для интимной гигиены и к нему прицепом я заказала молочко для тела это с афродизиаками и 100 д а мор эта серия 100 д а мор таким гелем я уже пользовалась мне он нравится и я его опять заказываю а вот это я первый раз заказала молочко для тела ну так как кожа сухая уже возрастная поэтому я всегда пользуюсь теперь либо молочком для тела либо каким-то кремами для тела но вот это как раз кстати тем более с афродизиаками надо попробовать это прям интересно дальше также я заказала два средства тоже одинаковой серии также в паре они получаются дешевле чем по одному брать это шампунь для глубокого восстановления и кондиционер сыворотка с маслом амлы тоже для глубокого восстановления также два средства питательный лак рим это крем гель для душа и крем мыло для рук в общем все средства у меня уже позакончились и мыло заканчивается для рук жидкая и шампунь закончился и в общем как бы все все позаканчивалось для ухода за телом и я вот это уже заказала также заказала два средства влажные салфетки для интимной гигиены с молочной кислотой и средства для ежедневной интимной гигиены это тоже уже прицепом пошло также содержит молочную кислоту а еще я решила заказать стиральный порошок также у меня порошок для цветного закончился уже а для белого белья уже тоже осталось мало заканчивается я заказала концентрированные вот порошки для цветного белья премиум здесь один килограмм равен трем килограммам обычного порошка то есть его нужно тратить три раза меньше чем обычный порошок концентрированными я уже пользовалась и мне нравится и вот морозная свежесть аромат морозный день это для белого белья также концентрированный порошок ну и для порошка я уже такую ложечку заказала которая как размерная ложечка чтобы отмерять потому что я знаю что люди разные по-разному используют порошки кто-то насыпает полную кювету но этого не нужно делать а вот как размерная ложечка раз и все ну и еще и заказала ультра кондиционер для белья с арома капсулами но тоже похоже морозная свежесть а точнее сказать не морозная свежесть а морская свежесть я хочу понюхать да запах приятный я не люблю когда кондиционер очень сильно пахнет но я думаю тоже его так по чуть-чуть использовать много не надо но вообще кто как любит а еще хочу понюхать молочко для тела с афродизиаками не интересно чем пахнет запечатано запечатано я его пытаюсь открыть я его сейчас открыть нежный запах свежести вот как знаете такое приятное мыло есть это вот такое средство вот это попробую я думаю мне понравится ну вот и все из моего заказика все на этом я пока видео закончу но я не знаю может быть его продолжу всем привет сегодня я решила протестировать маску для укрепления волос а также вообще средства для укрепления волос я как-то брала уже вам показывала вот эти вот средства шампунь гель и маска разогревающие для укрепления волос ну вообще это рекомендуется для ослабленных склонных к выпадению волосам но если допустим вот я как почувствовала что мне кажется что волосы выпадают больше чем нужно может быть не больше но мне так кажется я решила вот это вот средство взять и испробовать на себе но так как маска написано разогревающие мне интересно она будет печь голову или не будет печь в общем решила я это дело сейчас протестировать но первым делом я сейчас помыла голову сразу помыла вот этим активным шампунем хочу сказать про шампунь а во первых его нужно немного он хорошо этот шампунь размыливается распенивается смывается и волос мягкий становится мне понравился хорошее средство и можно также пользоваться вообще-то каждый день и даже если с волосами все в порядке хороший мне понравился дальше нужно на влажные волосы нанести на влажные вымытые волосы нужно наместить нанести разогревающую маску вот это вот масочка ее нужно нанести на волосы оставить на 5-10 минут втереть в корни а потом просто смыть написано просто смыть но так как у меня еще есть гель-бальзам вот такой то этим гелем я потом сполосну волосы но эти средства рекомендуется использовать вместе все я думаю что это логично я не знаю может быть после шампуни нужно этим бальзамом сполоснуть а потом маску нанести и смыть вот это не написано я не поняла но как мне кажется что вот я наверное шампунь помыла потом маску нанесу а после маски уже нанесу ополосну волосы бальзамом тем более что это все из одной серии и в общем все для укрепления волос все для укрепления волос поэтому будем делать так как как на душу ляжет но сейчас я сниму уже полотенце голова чистая влажная я сейчас расчешу может быть чтобы это было удобнее разогревающая маска в общем я попробую нанести честно говоря я даже не знаю как ее наносить может быть может быть сразу вот так вот раз и все а потом втирать но у меня волос короткий у меня до корней в общем-то близко рядом а у кого длиннее наверно надо будет может быть как-то на прядки разделять в общем я не знаю но я как-то вот попробую так втереть эту маску и и надо в корни втирать а может быть вот так попробовать в общем не только на корни на все волосы пойдет ну как пойдет уже так пойдет и и вот так вот повтираем в корни сейчас по всем корням пройдусь я не знаю может быть я делаю неправильно что-то ну вот делаю как обычно как придется как получится главное чтоб на корни попала еще немножко сзади мне кажется так наверно лучше всего прям на руку вот так убрать и вот так вот по корням проходить хочу распределить чтобы везде по всем волосам она попала но я думаю достаточно в общем время засекали 5-10 минут и потом буду смывать вообще я думаю ничего страшного если протянуть от корней до кончиков волос пускай волосы полностью пропитается этой маской я думаю что это будет для волос неплохо в общем то вот сейчас я чувствую что у меня уже все волосы все смазаны вот этой масочкой она как крем но слово разогревающие меня честно говоря пугало я думала что будет печь но не печет вообще никак не печет может быть немножко но даже я не чувствую чтобы было какое-то тепло вот так что нормально может быть нужно надеть на волосы на голову какую-нибудь там шапочку ну я не буду этого ничего делать в общем как есть так и есть девочки нашла я у себя вот такую вот шапочку клеенчатую я думаю попробую я сейчас ее одеть и посмотреть что я почувствую при этом хотя вот сейчас прошло уже пять минут и я легкий как бы сказать легкое тепло ощущаю на коже головы но может быть эта шапочка придаст какого-то эффекта больше вот поэтому я еще пять минут ну может быть меньше как почувствую что уже может быть печет а я тогда пойду смывать голову смывать волосы и потом я вернусь к вам ну что мои хорошие прошло 10 минут я вот эту маску смыла потом я нанесла на волосы я как вы читала гель-бальзам я думала это бальзам ополаскиватель но я его наношу на волосы а он никак не не проявляет вот как ополаскиватель вот обычно волосы такие шелковые мягкие смываются легко а тут что-то другое и я просто ополоснула волосы и одела полотенце сейчас я прочитала и здесь написано нанесите небольшое количество на волосы втирая в кожу головы и дальше не написано что это нужно смывать по моим таким ощущением что это нужно просто на чистые волосы втирать в кожу головы но уже не смывать поэтому я сейчас сниму полотенце в общем я сделала ошибку но ее надо исправлять мне просто интересно что волосы будут ощущать если просто вот это нанести и не смывать сейчас будем проверять беру как обычный вот как обычный бальзам да но это гель-бальзам обычные просто на руки его так нанесу и нанесу по волосам кожу головы надо еще втирать до корней вот мне интересно когда я высушу волосы какими они станут обычно после бальзама ополаскивателя волосы становятся шелковистыми а какими они сейчас станут я не знаю но еще но мне как-то кажется что они не особо должны быть сейчас шелковистыми но масло которое всегда после мытья использую на влажные волосы перед тем как сушить там немножечко нужно масло нанести и в общем то я его сейчас попробую чуть нанести хотя бы немножко чтобы смягчить волосы в общем высушусь и вернусь вам и скажу что получилось ну что мои хорошие голову я помыла высушила все сделала что я хочу сказать в общем завершение этой процедуры всей что все таки лучше наносить эти средства все на корни волос особенно у кого длинные волосы потому что ну после этого ухода возможно вот после геля бальзама последнего средства волосы становятся немножечко как бы жестче да их потом просто сложнее укладывать такое ощущение как будто знаете вот как лаком скрытый чуть-чуть такое ощущение если у кого-то волосы редки может быть это даже и хорошо волосы будет уже хорошо укладываться и так далее если у кого-то волос густой особенно еще и длинный плюс ко всему то волосы расчесать будет сложнее и уложить поэтому для тех у кого волосы склонны к выпадению к редению тем вообще вот это можно использовать как угодно и на полностью на все волосы если волос у кого-то густой но просто иногда там чуть-чуть выпадает то я достаточно это все на корни нанести и все вот в общем такой вывод я хочу сказать вот для себя как я сделала для моих волос то я думаю достаточно будет просто шампунь и помыть вот ту масочку нанести она кстати хорошо смывается и волос после нее мягкий и вот этот последний гель бальзамом в принципе уже как бы вот мне он мне уже и не нужен но по крайней мере вот для меня мы для меня для моих волос это уже лишь те средства ну все мои хорошие кому мое видео было интересным полезным кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока Субтитры подогнал «Симон»